Ну давайте теперь посмотрим, что у нас в Европе творится. Начнем с Британии. Итак, британскую экономику ожидают тяжелые времена. Об этом сообщила премьер страны Тереза Мэй. Тем не менее, она заверила, что реакция экономики на результаты референдума по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза оказались лучше ожидаемой. Напомню, большинство британцев проголосовали за выход из ЕС. Тогда же премьер-министр страны Дэвид Кэмерон ушел в отставку, а валютные и фондовые рынки отреагировали на решение Великобритании кратковременной паникой. Однако, ситуация довольно быстро стабилизировалась. Тереза Мэй сейчас у нас в Китае на саммите G20. Далее, выборы в Мекленбурге могут стать маленьким политическим землетрясением. По данным соцопросов, второе место по числу голосов избирателей может получить одиозная правопопулистская партия «Альтернатива для Германии». Скорее всего, она обгонит правящую партию канцлера Ангелы Меркель, ХДС. Ожидается, что большинство голосов получит социал-демократическая партия. За последний год Германия пережила многое. В августе прошлого года в страну хлынул большой поток беженцев. На фоне этого в стране ужесточен режим безопасности, а поводом для этого стала серия терактов, произошедших как в самой Германии, так и в соседних Франции и Бельгии. В изменившейся ситуации региональные выборы уже прошли в трех федеральных землях. И вот какова их особенность. Все больше людей поддерживают альтернативу для Германии и все меньше нынешнего канцлера. В соседней Франции дела президента тоже обстоят не так гладко, как ему бы хотелось. Здесь соцопрос показал, что целых 85% населения не желают больше видеть Оланда, главой республики. Правда, почти три четверти уверены, что нынешний президент все равно выдвинет свою кандидатуру для участия в новых выборах. Кроме того, соцопрос показал, что сторонники левых сил более всех симпатизируют представителю левого фронта Нжан-Люко Меленшону. Его своим президентам хотят видеть более 40% опрошенных, это немало. А до выборов в стране осталось меньше года, они пройдут уже в будущей весной.